Я календарь переверну, и снова третье сентября. Искусственно созданный мем, чтобы люди не обращали внимания на годовщину трагедии в Беслане. Я когда это прочитал, я такой поржал, говорю, ну да, конечно. Потом посидел. Вы подождите. Так, подождите. Ах вы, ах вы твари. В общем, давайте обо всем по порядку. Вообще, это, конечно, все звучит как конспирология. Скажу так, теория заговора. Но чем больше я об этом думаю, а я об этом думаю уже несколько дней, тем и страшнее, и страннее все это выглядит. И я реально начинаю верить. И в некотором смысле вот эта запись этого видео, это чтобы с вами поделиться сомнениями, чтобы вы меня, может, там переубедили или согласились со мной. В общем, смотрите. В 2004 году с 1 по 3 сентября происходит террористический акт в Беслане, когда боевики захватили школу во время первосентябрьской линейки, удерживали там более тысячи заложников, и в итоге после штурма погибло 333 человека, не менее 783 было ранено. Но многими считается, что этот штурм – это большой провал спецслужб России, в частности, и Путина, как ставленника этих спецслужб у власти в целом. Вот эти все террористические акты, которые проходили в России, там Бесланская трагедия, Норд-Ост захват, они всегда сопровождались большим количеством жертв среди заложников, среди мирных жителей, и власть всегда хотела это замалчивать. И идея, собственно, этой конспирологии, что песню 3 сентября Михаила Шуфутинского раскрутили для того, чтобы общество, когда, собственно, начинается сентябрь, не вспоминало о Беслане, а в диком угаре переслушивало это 3 сентября Михаила Шуфутинского. Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. И я бы, может быть, знаете, как-то отложил у себя там где-то далеко на корочке этот факт, и, может быть, так, думал бы, ну, может быть, ФСБ Россия это делает, а может и не делает, знаете, очередная такая легенда, если бы у меня не было давнего-давнего друга, которого я знаю с 6 лет, у которого день рождения 3 сентября. И, в общем-то, каждый год мы ему эту песню, я звонил по телефону, ставил, еще когда не было интернета, прочего, то есть это наш был такой локальный мемчик. И всем до этой песни было далеко и глубоко и много раз. Никто вообще не был в курсе. И потом, где-то в конце нулевых, она реально стала почему-то в интернете форситься. Я еще тогда думал, типа, а нафига... Ну, типа, с какого перепугу она форсится? Просто потому что... Ну, она прикольная, но это не какой-то такой, знаете, хитяра, там, уровня Альянса на заре, который хотелось бы переслушивать постоянно, такой вот мемасик. Это песни не про какое-то событие. Вы знаете, есть там всякие новогодние песни, там, на день рождения, что-нибудь такое. Эта песня приурочена конкретно у 3 сентября, которая не значит ничего. И в одно время этой песни стало так много, что даже появились, уже стали появляться мемчики против нее. Я помню, там какая-нибудь такая бешеная собака, такая инвестиционная. Ну, давай, давай, расскажи мне про костры рябин. Давай, давай, начинай, давай. Которые же начинали поститься еще до 3 сентября. И здесь я, и вот прочитав вот эту теорию заговора, я начинаю понимать, что это действительно, ну, по моему мнению, использовались ресурсы спецслужб России для того, чтобы этот... И используются, кстати. Он до сих пор форсится, этот мем постоянно. И я, например, сейчас, собственно, наверное, часть этого форса, можно сказать. То есть, кто-то... Понятно, что не все, кто перепущивает это 3 сентября, это сотрудники спецслужб. Главное, вкинуть в общество эту наживку, а дальше уже, когда она набирает достаточный социальный капитал, люди сами начинают это все дело распространять. И это, конечно, гениальные задумки, придумки вот этих ребят, которые занимаются социальным инжинирингом в спецслужбах. То есть, идея в чем? Не в том, чтобы там забыли эту трагедию, конечно, не забудут, а в том, чтобы в социальных сетях в то время, когда начало сентября, вот эти сообщения от всяких либерах, оппозиционеров, отмороженных, чтобы оно просто утонуло в потоке мемчиков про 3 сентября, в потоке Шафутинского. Я вам хочу сказать, что, например, до того, как форсили этот мем, Шафутинский совсем не по этим песням был известен. Это сейчас для молодого поколения это только 3 сентября, но у него там и другие песни есть, и «Черный пистолет», и ненаточенный ноженок, еще такой шансонье был, кстати, живущий в Америке, в США. «Черный пистолет», с ним никто не тронет, «Черный пистолет», если не догонит. В потоке вот этих мемчиков Шафутинского и 3 сентября, когда ты не ходишь отвлекаться ни на что серьезное, вот эти сообщения о очередной годовщине Беслана понули. То есть понятно, что кому надо, он найдет, а тем людям, которые не в курсе того, что происходило, чтобы они просто и не узнали, что это было, и забыли. Вот даже я, не прочитав вот эту информацию, я даже как-то и особо и не помнил, что Беслан был в начале сентября, хотя очевидно, что это начало сентября, потому что на школьной линейке были захвачены дети и родители, пришедшие. То есть это как бы вот просто, чтобы ты не думал ни о чем. «Третье сентября, костры рябин, давай там понапивай, поделись этой песней снова». И я бы сам даже не обратил внимания, я бы подумал, что это очередная теория заговора, если бы у меня не было вот друга, у которого день рождения третьего сентября. А в какой-то момент эта песня настолько опошлась вот этим вот всеобщим, всеобщим, всеобщей известностью, что мы просто перестали ему ее посылать, как его день рожденческую песню, понимаете? Хотя это было нашим локальным мемом давным-давно. Никто об этой песне не знал, кроме, ну там, понятно, что какое-то количество людей знало, но она нафиг никому не нужна была. Она уровня, ну любого там, знаете, «Угнала тебя, угнала», «Аллегрова» и до всех вот звезд. Просто эта песня, музыка крутого, слова Игоря Николаева, если кто вдруг не знал, то есть все песни начала 90-х вот примерно такие, она даже на их фоне особо не выделяется, только за счет вот этого 3 сентября. И у меня ощущение, что спецслужбы Российской Федерации приложили к этому очень большие усилия, чтобы общественное мнение вот в эту дату поворачивать к песне Михаила Шафутинского. Например, в русской Википедии ничего не написано, что ну на странице про песню 3 сентября, что она могла использоваться ФСБшниками для отвлечения внимания, но по-хорошему Википедия это именно что энциклопедия конкретных знаний, а тут как ты можешь об этом реально узнать? Я специально еще зашел посмотрел не было ли войны правок, конечно же была, постоянно кто-то вносит информацию о том, что из-за популяризации песня критикуется как способствующая тому, что люди не вспоминали жертв трагедии Беслана, этот текст удаляется и заменяется на уже после создания песни 3 сентября случился штурм школы в Беслане, где погибло 333 человека, и в этот день проходит мероприятие в память о погибших в Беслане, то есть из энциклопедии удаляется информация, что это может быть использовано спецслужбами для отвлечения внимания, что по-моему конечно логично, потому что в энциклопедии должна быть не догадки, а вот то, что реально известно, но у меня есть более серьезный аргумент в пользу того, что во-первых это может быть, а уж за то, что советские российские спецслужбы занимаются подобной подтасовкой специально, чтобы отвлечь внимание от какого-то факта очень таким в некотором смысле топорным способом, но действенным, это белорусская деревня Хатынь. 22 марта 1943 118 батальон Шунсмандшафта окружил деревню Хатынь, согнал всех жителей в огромный сарай и они его подожгли. Погибло 149 жителей деревни, большая из них часть сгорела, некоторых расстреляли, те, кто там смог как-то выбраться из сарая, ну, несколько человек смогли все-таки сбежать и по их рассказам это все и воспроизводится. В 1969 году Советский Союз отгрохал огромный мемориальный комплекс в Хатынь, я там был несколько раз, нас как минимум возили во время учебы в школе, не знаю, как сейчас белорусских школьников возят или нет, скорее всего, да, вот вы, наверное, сейчас видите фотографии оттуда, это мою последнюю туда поездку, то есть такое, конечно, гнетущее место напоминает о зверствах той войны, естественно, но за время Второй мировой войны на территории Беларуси было уничтожено 5295 населенных пунктов, в том числе 628 вместе с населением. Хатынь не то, что там не в топе по количеству жертв, это в середине, то есть это не самое даже большое количество убитых одновременно жителей. Не принижаю, понятно, это любые трагедии, но почему только Хатынь вот стала таким символом? Да, есть еще в Беларуси несколько комплексов, сразу у меня вспоминается Дальва, например, но это, кстати, частным порядком было сделано. Одним из выживших в этой деревне Дальва он сам это все сделал, то есть вот такого комплекса, как Хатынь, больше в Беларуси нету. Почему же именно Хатынь была сделана? Да потому что есть еще такая деревня Катынь, меняется только первая буква К и Х, Катынь, где было расстреляно несколько тысяч польских офицеров советскими, НКВДшниками, советскими органами. В 1974 году даже Брежнев торжественно возил Никсона в Хатынь показать, как там что сделано, но я вам процитирую отрывок из заметки Daily Telegraph британской газеты от 3 июля 1974 года. Начало цитаты. Визит президента Никсона к мемориалу в белорусской деревне Хатынь создал ошибочное впечатление, что Россия создала памятник жертвам расстрела польских офицеров в Катынском лесу. В действительности же Хатынь и Катынь это два совершенно разных места. Хатынь через букву Х, это небольшая деревня примерно в 48 километрах на северо-восток от Минска столицы Беларуси. Катынь, которая произносится так же, как и пишется, это российское село примерно в 24 километрах западнее Смоленска. Тут от себя добавлю, что, конечно же, Катынь название, ну ладно, фиг с ним. Хатынь находится в 258 километрах западнее Катыни. Русские пытались стереть Катынь из карт и книг по истории. Статья о Катыне была удалена из советской энциклопедии 1953 года издания. Туда не пускают туристов, там не создано никакого памятника. И вот в 1969 году русские объявили об открытии мемориального комплекса на месте деревни Хатынь. Ну, конец цитаты. Как вы понимаете, в данном случае не свое собственное население пытались обмануть, потому что свое собственное население и не знало ничего, так как монополия на информацию была у правительства, вы могли что-то узнавать только в советских газетах или через советское жителевидение. Тут пытались обмануть иностранцев, что вроде как расстрел был, но мы его не признаем, но вот мы сделаем по этому поводу мемориал, приезжайте, смотрите, вот мы как бы вроде и помним, хотя на самом деле это вообще про другое сделано. Только в конце Советского Союза Михаил Горбачев официально признал, что расстрел польских офицеров был совершен, собственно, НКВД, когда Советский Союз напал на Польшу, там польские офицеры сдались, потому что они считали все-таки Советский Союз более близким себе, чем фашистскую Германию, их вывезли под Смоленск, и там просто конвейером и расстреляли. И вот, видите, проходят годы, даже десятилетия, а методы работы спецслужб не меняются, они берут какой-то факт и пытаются его заменить чем-то похожим очень в сознании, ну, потому что человек занимается своими бытовыми делами какими-то, он не будет сидеть, разбираться, Катынь, Хатынь, 3 сентября это Шафутинский или Беслан, может, это псевдоним Шафутинского Беслан, понимаете, то есть, это вот запудривание мозгов за занятие головы какими-то другими мыслями, это одна из методик работы с нами, спецслужб в данном случае, например, Советского Союза и Российской Федерации. Здесь интересно, как это эволюционировало еще и под социальные сети и интернет, то есть, ты уже не можешь просто замолчать события, как это было в Советском Союзе, ты не можешь своему народу не рассказывать, что был расстрел Катыни, об этом все равно узнается, но надо, если ты не можешь дезинформацию вбросить, например, как делается с войной в Украине, то есть, Буча это инсценировка украинских бандеровцев, сделанная на киностудии имени Довженко, вот это вот все, а не действия российских войск. Раз ты не можешь подобное сделать, то надо просто информационное поле заваливать в некотором смысле бессмысленной информацией, потому что в моем первом представлении песня 3 сентября Шефутинского каждый год это уже бессмысленность, это просто белый шум такой специально сделанный, чтобы не вспоминали обеслане, и со временем и обеслан забудется, и этот мемчик уйдет, а идея всего этого, чтобы народ не начал задавать вопросы, а почему так много людей погибло, почему это вообще произошло, почему этот штурм был там, почему нам врали, я, кстати, кто не в курсе, оттуда началась журналистская карьера боброедки Симонян, она там, по-моему, 24 года ей было, или 25, она как раз там выступала, она первая в эфир вышла и сказала, что там в заложниках что-то в районе 200 человек, хотя на самом деле было под полторы тысячи. сейчас в самом эпицентре событий Маргариты Симонян заложники воспользуются мама. Вы знаете, Михаил, у вас здесь какие-то стреляют. Вот это вот вранье постоянное, потом количество жертв и прочее, прочее, то есть просто провал спецслужб и правительства России в тот момент происходит не рефлексия, не разбор полетов. Я согласен, что во всех во всех странах везде люди пытаются свои ошибки замести под ковер, как-то их скрыть, чтобы не получить ата-тай-догоняй. Но в других странах системы построены так, что это сделать очень сложно. Там средства массовой информации тебя вытягивают, судебная система независимая, остальные тебя вытянут наверх и это будет рефлексироваться, разбираться для того, чтобы общество подобные ошибки не повторило. в России же все нормально, все так и надо, никаких ошибок не было совершено, а все остальное будет какие-то критические возгласы, критические мнения по этому поводу будут погребены под песней Михаила Шафутинского «3 сентября». Вот так это работает, понимаете? Ну и к вам хочу обратиться, во-первых, напишите в комментариях, может, у вас тоже есть какие-то примеры подобного использования, вот знаете, вроде как и теория заговора, да? А если так посидеть, подумать, то, видимо, это все-таки работают люди специально, чтобы мы об этом меньше знали и меньше нам это попадалось на глаза. Ну а второй вопрос, конечно, считаете ли вы реально, что этот мемасик с 3 сентября продвигали, чтобы заглушить воспоминания о Бесланской трагедии? В общем-то, вот два вопроса вам наподумать. Спасибо, что смотрели. Алексей Халецкий, не забудьте поделиться этим видео, если оно вам понравилось. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Такая вот техника!